История жизни. Как готовый сценарий для фильма или книги. Ольга Ивановна родилась в 35 году в Ленинграде. Когда город попал в блокаду, ей было 6 лет. Несмотря на столь юный возраст, она хорошо запомнила холод, голод и страх. Очень действительно сложно было зимнее время, потому что отопления не было, воды не было, канализации не было, света не было. В городе вообще-то по дну Ладожского озера было проложено два кабеля. Один силовой кабель, а второй телефонный. Но вот Гитлер, очевидно, это не знал. Поэтому мы как-то... Ведь тот силовой кабель питал те заводы и фабрики, которые оставались в Ленинграде и работали. Ее мама работала в Арктическом институте в апреле 42 года. Его сотрудников эвакуировали. Из блокадного Ленинграда вылетели на самолете в Череповец. Там Ольга Ивановна целый месяц пролежала в госпитале, чтобы восстановиться. К сожалению, пережить то тяжелое время удалось не всем. Те, у кого были деньги, лишь, ну, такие свободные, очень многие умерли, потому что они не выдерживали, не смогли себе отказать в том питании, которое там можно было получить. Чего-то покупали, ели, и, конечно, организм не выдерживал от этого переедания. Ну, а мы хорошо прожили, потому что денег не было. И режим питания, то, какой был нам предложен, мы его не нарушали. В городе остались бабушка и отец. Мужчина окончил автодорожный институт и проводил испытания ходовой части «Катюша» на Ладожском озере. Но, к сожалению, из-за серьезной болезни сердца в 42-м году его не стало. Не пережила блокаду и бабушка. У меня есть больничный его, это тетрадный лист из школьной тетради, где, конечно, рукой врача написано «Явиться 4 апреля». То есть он не дожил за день до следующего встречи с врачом. Похоронен он на Пискаревском кладбище. Из Череповца сотрудников института эвакуировали в Красноярск. В Красноярске я пошла в школу, кончила первый класс. Мама попросилась потом на полярную станцию. Она метеоролог по образованию. И мы 4 года жили на полярной станции. Видеться с мамой удавалось только во время летних каникул и на выходных. Жить приходилось у чужих людей, а передвигаться на каюрах. Либо на собаках, либо на оленях. Они меня везли в город и в школу. Получается, эти 4 года я практически с мамой была только 3 месяца, которые были летними. В 1947 году вместе с мамой Ольга Мартовицкая вернулась в Ленинград по Северному морскому пути. Квартира недалеко от зоологического сада была переделана под огневую точку. Поэтому окна пришлось разбирать от кирпичей. В детство на полярной станции игрушки в виде ламп не прошли бесследно. Уже потом девушка стала инженером. Закончив институт, ну еще не закончив, наверное, я вышла замуж за академика, тоже академии связи, за молодого человека. После перевода в штаб ракетных войск живет в Московской области. Рядом с ней внучка и правнук. Ольга Купершмидт рассказы бабушки без слез слушать не может. Все свое свободное время она старается посвятить общению с ней. В прошлом году мы ездили с ней по тем памятным местам. Я возила ее в Санкт-Петербург. Мы были в том месте, где она жила. Мы ездили в Кронштадт, мы были на Пискаревском кладбище. Мы съездили на кладбище к нашим родственникам. Мы навестили могилы наших родных и близких. Бабушка была в тех местах, в которых она выросла. По случаю праздника ветеранам-блокадникам вручили памятные знаки, цветы и открытки от губернатора Андрея Воробьева. Юному поколению повезло услышать из первых уст рассказы о том страшном временем. Мы должны понимать, что было во время Великой Отечественной войны, и как вообще это все проходило, и как людям было тяжело. Мы, нырмейцы, помогаем детям, которые младше нас, показываем пример, то, что надо уважать и понимать все это. 27 января 1944 года – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Этого события ждали все горожане, но не всем удалось до него дожить. Более миллиона человек погибло от голода, бомбежек и обстрелов. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.